зажигай! работай! доделали наш проект, пока не буду говорить что это, но попробуйте догадаться что-то я под закис после этих ваших праздников в общем и в целом мы в Звенигороде и у нас первая покатушка в этом году коротенькая но душевная прокатились от Звенигорода до Кубинки около 50 километров пожарили сосиски но ничего не снял сорян иногда хочется просто покататься и ничего не снимать еще в январе был первый выезд на лыжах за эту зиму первое падение честно говоря новостей за январь немного обычно за этих дурацких праздников время в январе тянется как резина к сожалению этот январь не исключение и все праздники с утра до ночи мы делали ремонт в нашем новом помещении а потом до утра я делал тот ролик про 100 миль от чего у меня появились эти два новых синих друга под глазами серьезно я спал по 3-4 часа в сутки пару недель а иногда вообще не спал пока это был самый сложный для меня ролик и идея этого телемоста пришла спонтанно в машине пока стоял в робке как обычно предложил парням и они сразу согласились я быстренько накидал сценарий и вот тут была большая ошибка вот так косякнул самом начале потом пару недель не спал идея была простая я прописал пару сценарных связок всего около пяти-шести неважно условно так я проехал бла-бла-бла минская погода джух погода отличные мы уже проехали бла-бла-бла пикер а вы сколько в жух а мы бла-бла-бла ну то есть прописал несколько связок а все остальное было чистый экспром по желанию парни заморочились наснимали больше пяти часов это в разы больше чем я наснимал я сел за комп и понял что это все не клеится потому что мы все дружно сняли что угодно кроме этих самых связок даже я автор сам написал и сам забил я вообще не понимаю как так вышло поэтому очень много классного материала не попало в ролик поэтому я чуть с ума не сошел пока его клеил чтобы понимали проект выглядел вот так а я туда еще хотел тонну графики накидать еще было очень сложно все это смачить так как снимали аж на 7 разных камер я даже не стал пытаться это все по цвету выровнять оставил как фишку ну типа разные города разный цвет а вот микрофонов было целых восемь и их я попытался смачить не это было ну так очень сложно мне пришлось привлечь на помощь даже целого звукорежиссера из целой табакерки но как на помощь там все снесли все что я наковырял обматерили меня сделали заново и даже к этому ролику приложил руку целый звукорежиссер из мхат клянусь я бы удалил канал и чтобы мне утром опять кто-то написал что звук все равно отстой если еще не смотрели этот ролик обязательно посмотрите я ничего похожего на ютубе не видел я уже говорил в том видео скажу еще раз здесь будет летнее солнцестояние будет очень круто если мы соберем побольше людей по разные города разные страны мне кажется будет интереснее кроме того я уже придумал как сделать так чтобы не накосячить и должно быть круто внизу и ссылка на телегу ближе к делу сделаю пост там все решим но еще наверное здесь сообщество но больше точно нигде кстати я знаю что мне некоторые пишут вконтакте но меня там нету я по никому не отвечаю я есть только здесь иногда в грешке и еще мы создали новый телеграм-канал это будет про новости мастерской анонс поездок ну и просто пофлудить пообщаться ссылочка будет внизу подписывайтесь слову если ютубщик все-таки забанят то ни на какой вконтакте и ни на какой рутуб я не пойду на этом закончится эта история а еще в январе наши мастерской исполнилось 6 лет нам принесли торт а мозгер байк подогнал нам кегулю пиво как а 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 было очень круто спасибо всем кто пришел вчера еще случайно попал на гонку фиксеров блин столько чуваков за раз такой странной штукой на лице я еще ни разу не видел вот сегодня выбрались в яхраму запить стресс кстати выбрались опять же из телеграма вот будем такие вот пвдшки собирать так что присоединяйтесь и еще наверное даже реабилитируем этот силовый четверг или как он там называется уже наверно следующий четверг будем собирать людей и последняя новости о культуре меня я знаю это самая лучшая локация для этого рубрики в этом месте успел сходить только на один спектакль опять панковского загнанных лошадей пристреливают не так ли честно говоря это был тот спектакль где ни хрена не понял но было очень круто обычно говорят театр начинается с фойе в этом центре драматургии и режиссуры театр начался прямо с буфета потому что там играл сикстет музыка музыкантов которые потом играли на сцене у меня же спектакль начался чуть ли не начался с ареста потому что меня чуть не арестовали прямо около входа в театр вообще я думаю избавиться от этой рубрики мне кажется перебор даже для дайджеста пока вообще в этом даже что то есть